Чтобы интернет был безопасным, защитить свои персональные данные, научиться анализировать достоверность информации в сети интернет, а главное уберечь детскую психику от агрессии в виртуальной среде. Задача единого урока по безопасности в сети, который сегодня провели в образовательных учреждениях Серпухова. В школе номер один свою цифровую грамотность повышала и наша съемочная группа. Интернет безумно полезен для тени, которого жизнь современная человек не представляет. Старшеклассник Константин Волонтер досугого центра «Юность» хорошо знает, о чем рассказывает своим ровесникам. Блоги, форумы, чаты, социальные сети, игры. Для современных школьников это уже обязательная составляющая часть жизни. Виртуальное общение они порой предпочитают реальному. Знакомство в сети стало привычным. Однако школьнику хорошо известны и негативные стороны погружения в социальные сети. Прежде всего, о небезопасности цифрового детства говорили волонтеры со своими сверстниками на уроке в школе номер один. Люди любят хвастаться и фотографировать, оставлять информацию о своей жизни в интернете. Это может очень важным повлиять на нашу жизнь таким образом, что злоумышленники могут воспользоваться этой информацией. Такая функция сейчас появилась у некоторых, у гугла, допустим, это привязка места к вашей фотографии. И это еще не самое страшное, что таит себе мировая паутина для неокрепшей психики школьника. Сейчас в наше время очень распространена тема зависимости, то есть люди уже не могут обходиться без своих гаджетов. Негативный комментарий сетевого хама может довести до слез. Агрессивное послание от виртуального друга – вогнать депрессию. Иногда такие истории заканчиваются совсем трагично. Сегодня школьники показывают высокий уровень знаний при обращении с техникой. Однако работать с информацией они не всегда умеют. В ходе урока волонтеры рассказали, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, учили анализировать достоверность информации в интернете. Учащиеся получили на руки буклеты, разработанные Комитетом по образованию и Досуговым центром «Юность». Наши встречи, они, так как проходят на базе каждого учебного заведения, и с представителями, с тремя представителями от каждого класса, начиная от пятого по девятый класс. В дальнейшем, пройдя такую беседу с волонтерами, представители от каждого класса придут к себе в классы и пообщаются с остальными учащимися на эту тему. Таким образом, учащиеся школ Серпухова будут готовы к единому всероссийскому уроку по информационной безопасности, который будет проведен 30 октября. Субтитры создавал DimaTorzok